Всем привет! В эфире ФКУФА-ТВ. Это программа о самом важном и интересном из жизни главной команды Республики. Мы начинаем! В чемпионате России по футболу наступил небольшой перерыв, связанный с выступлениями сборных. Последний перед прерывом матч футбольный клуб УФА провел в Химках против московского «Динамо». Начало игры проходило под проливным ливнем, а «Динамовцы» на правах хозяев захватили инициативу. Преимущество по владению мячом было на стороне «Динамо». Однако ничем серьезным это не оборачивалось. Было несколько дальних ударов, не представлявших серьезной опасности. Уфинцы тоже не отсиживались в обороне. После подачи углового Николаем Сафрониди мяч в сутылоке в штрафной отскочил к Вагизу Галиулину. Однако его удар вышел неподготовленным. Когда казалось, что первый тайм катится к логичной нулевой ничье, «Динамо» удалась разящая голевая атака. Произошло это уже в добавленное к первому тайму время. Ташаев легко проскочил по левому флангу, ворвался в штрафную и сделал скидку в центр. Ионов продлил пас на набегающего Козлова, и тот сходу поразил цель. 1-0. В самом начале второго тайма уфинцы имели реальную возможность сравнять счет. И снова это была подача с углового. Осипов выиграл позицию в штрафной и пробил головой с отскоком от газона. Мяч прошел немного выше перекладины. Практически в следующей же атаке «Динамовцам» удалось удвоить преимущество. Жирков по левому флангу легко проник в штрафную и пробросил мяч мимо Осипова. После чего наш защитник в подкате въехал ему в ноги. Предупреждение Евгению Осипову и пенальти. К мячу подошел центральный защитник «Динамо» Виталий Дьяков. Давид Юрченко угадал направление удара, но мяч парировать не получилось. Слишком уж точно и мощно пробил Дьяков. 2-0. В дальнейшем игра не изобиловала острыми моментами. У команд было еще несколько перспективных подходов, но счет в матче больше не изменился. Взять реванш у москвичей в этот раз не получилось. 0-2. Ну и давайте посмотрим на итоги седьмого тура и турнирную таблицу чемпионата на данный момент. Урал и Терек устроили перестрелку в Екатеринбурге. Хозяева ввели 2-0, затем Терек отыгрался и вышел вперед. Но Уралу в конце матча удалось уйти от поражения. Ростов обыграл «Амкар». Суббота – день неожиданных результатов. Отнесем к ним и поражение Уфы от «Динамо». И, конечно, гостевые победы выходцев из ФНЛ «Крылья Советов» и «Анжи» над лидерами чемпионата «Зенитом» и «Спартаком». В центральном матче тура локомотив оказался сильнее Краснодара. Очередное поражение потерпел Рубин. ЦСКА в концовке встречи вырвал победу у Кубани, а Акинфеев на последних секундах встречи отразил пенальти. Футбольный клуб Уфа после поражения от «Динамо» опустился на 14-е место. Замыкает турнирную таблицу Рубин и Кубань. ЦСКА продолжает уверенно возглавлять чемпионат. Уже 7 побед на старте. Более того, армейцы обеспечили себе просвет в 4 очка от ближайшего преследователя, коим после поражения «Зенита» стал локомотив. Уфа «Молодежная» тоже провела свой матч седьмого тура первенства молодежных команд клуба в премьер-лиге против московского «Динамо». Все подробности далее. Стартовый состав «Молодежной Уфы» в этом матче усилили игроки основы Диего и Максим Симакин, а также Сильвестр и Гбун, дисквалифицированные на игру основных команд. Именно нигерийский форвард-горожан вкупе с Диего на первых минутах создавали основную угрозу у ворот соперника. Уже на девятой минуте счет в игре был открыт. Игбун с левого фланга сделал полупрострел-полуудар поворотом «Динамо». Набегавший Вячеслав Морозов смутил вышедшего вперед галкипера московской команды. Вратарь, не дотянувшись до мяча, позволил ему влететь в дальний угол ворот. 1-0. Аслай продолжал напрягать оборону «Динамо». После его прохода стопроцентный момент для того, чтобы увеличить преимущество гостей, имел Сергей Кречетов. Но его удар в упор чудом отразил вратарь «Динамо» Игорь Лещук. Не оставался без работы и наш галкипер Андрей Лунев. Вот здесь он вытащил опаснейший удар «Динамо» со штрафного в ближний угол. Во втором тайме Лунев вообще стал героем матча. Для начала он ликвидировал выход один на один Михаила Могулкина. Затем помешал замкнуть дальнюю штангу Александру Максименко. Однако любимым клиентом Луневу в этом матче стал все-таки Могулкин. У полузащитника «Динамо» была еще одна великолепная возможность сравнять счет. И снова на его пути непреодолимой преградой стал наш вратарь Андрей Лунев. После такого бурного начала тайма «Динамо» несколько сбавили обороты. Показалось, будто у них опустились руки. Настолько уверенно играл Лунев в рамке. Растерянностью «Динамо» с удовольствием воспользовались уфинцы. Диего протащил мяч по левому флангу, сделал скидку в центр, где с мячом уверенно разобрался вышедший на замену Вячеслав Журавлев. Спокойно развернувшись, наш форвард точно катнул мяч в дальний угол мимо вратаря. 2-0. Это уже третий выход Журавлева на замену в чемпионате, заканчивающийся взятием ворот. Вот такой вот джокер растет у нас в молодежке. Казалось, молодежный состав уфу уже окончательно может праздновать победу. Но уже в компенсированное время Максим Минахов мощным ударом из-за пределов штрафной сократил разрыв в счете 1-2. В оставшееся время динамовцы всеми силами пошли вперед, но подопечные Сергея Томарова и Рустема Шеймухаметова не позволили больше создать что-либо опасное у своих ворот. Победа Уфы 2-1. Продолжается первенство России по футболу среди женских команд в первой лиге в зоне «Центр», где принимает участие и женская футбольная команда Уфа. На старте чемпионата наши девушки провели два гостевых матча. Оба завершились в ничу с одинаковым счетом 2-2. Так у Фимки сыграли в Казани с местным Мирасом и в Йошкар-Олеса с звездой Морелочкой. И вот настало время первого домашнего матча. В гости к нам с ответным визитом приехал как раз казанский Мирас. Уфа решила не играть в гостеприимных хозяев и огорошила Казанок с первых минут матча. Уже на шестой минуте Зайнудинова бросила в прорыв по левому флангу Степанову. И та, не сближаясь с вратарем, отправила парашют ей за спину. 1-0. Спустя 10 минут у Фимки подкараулили неудачный вынос Мираса мяча от своих ворот. Снаряд снова был доставлен Виолетте Степановой. Та красиво срезала угол и, не раздумывая, отправила мяч мимо растерявшегося вратаря. 2-0. Ну а уже после того, как казанки развели мяч с центра поля, на них накатила еще одна голевая атака Уфы. На острие снова оказалась вездесущая Степанова. На этот раз с ее первым ударом голкипер Мираса справилась. Но Виолетта была первая на подборе. После чего снабдила точной передачей Дарью Третьякову. 3-0. Ну а спустя еще 6 минут Виолетта Степанова оформила таки хет-трик. Гол получился практически точной копией первого и второго взятия ворот. На этот раз передачу Степановой отдала Наталья Кузьмина. Виолетта снова открылась на грани офсайда и играючи перехитрила вратаря Мираса. 4-0. И это к 23-й минуте матча. После этого над стадионом прекратился ливень. Уфа после такого мощного начала немного сбавила обороты и спокойно довела матч до победы. Виолетта, расскажи, как тебе удалось буквально в одиночку принести победу нашей команде в матче с Казани? Даже не знаю, как это получилось. Может быть, настроилась я так. Не знаю, с той ноги, может быть, стала. Сама не ожидала, что так получится. Но я довольна, что все так получилось. Скажи, а удавалось когда-нибудь до этого в карьере делать хет-трики? Нет. Это впервые у меня. Ты принимала участие в первом матче против Казани. И вот, соответственно, в домашнем матче результаты были совершенно разные. Казань стала намного хуже играть или Уфа просто собралась оценить эту ситуацию? Просто Уфа собралась и победила. Они в Казани вроде как и у себя дома сыграли, так и здесь. То есть вы просто сделали выводы и стали играть сильнее? Да, нас тренера настроили, сказали, что надо нам. Можешь ли ты назвать себя сейчас основным нападающим женской футбольной команды Уфа? Не знаю даже, скорее всего, да. Скажи, а тебе как удобнее действовать? Вот твой стиль, скажем, поведения на поле в оттяжке, на острие? Как тебе удобнее забивать голы, так скажем? С фланга атаковать? С фланга, да. Я привыкла с левой стороны играть, хоть и не левша. Мне нравится, когда прокидывают мне там. Я хорошо бегаю, скорость у меня сильная. Нравится вот. За сколько сто метров пробегаешь? Я даже не помню сейчас. Не вспомню. Так, Наташа, Уфа провела первый домашний матч. Вкратце комментарии по игре. Команда сегодня настроилась довольно-таки очень серьезно, потому что потеряные очки и турнирная таблица на нас давила очень сильно. И мы настроились полностью, и я думаю, что девчонки полностью отдались игре, сделали результат. И самое главное, что нам помогали, естественно, домашние стены, болельщики. Несмотря на эту погоду плохую, мы выиграли. Можно сказать, что вот такой достаточно крупный результат, 4-0, что все удалось воплотить задуманные тренерами? Не можно, а так и есть сказать, что именно так. Все, что мы задумали, все получилось, все то, что захотели, сбылось. И они все показали полностью, на что они способны. Самоотверженно выдержали полностью все два тайма. Первый матч в Казани была ничья 2-2, сейчас убедительная победа. Что поменяли по сравнению с предыдущим матчем? Поменяли. Смена произошла в защитной линии полностью, в центральной защитной линии произошла смена. И можно сказать, что центральные полузащитники тоже, и кое-какие корректировки появились в этом плане. Сейчас, насколько мы знаем, вам предстоят два важных выезда подряд, причем, я так понимаю, к основным конкурентам. Что можно сказать об этом, как команда будет готовиться к таким важным матчам? Да, сейчас у нас первая игра 5 сентября будет в Ижевске, и 12 сентября мы будем играть в Екатеринбурге. Будем готовиться полностью, потому что уже назад отхода нет, и в плане того, что проигрывать уже нам нельзя, чтобы занять первые две строчки, которые мы хотим, планируем занять в турнирной таблице в данной ситуации сейчас. Обрисуй вкратце ситуацию с составом, то есть, насколько я знаю, несколько человек сейчас не могут играть, по какой причине, и когда они вернутся в строй? На поле не вышла Чунарева Ирина, так как получила хорошую травму рассечения брови, и, в принципе, вышли, по-моему, все. Ну и как бы такой резюмирующий вопрос, то есть, три матча сыграно, то есть, тренерское впечатление, готовы мы бороться на данный момент, как минимум за двойку, чтобы играть в финальной части? Бороться мы готовы, естественно, что мы готовы бороться в финальном, мы к этому идем, к финальным играм-то подводим команду, и можно сказать, что команда к этому сама-то уже стремится и хочет в финал, попасть в финал. Кто-то любит разговаривать сам с собой, кто-то с телевизором, а Ричард Витчес любит разговаривать с болельщиками футбольного клуба Уфа перед матчами. Вашему вниманию предлагается очередная серия веселого интерактива от Ричарда Витчеса. Здравствуйте, со Стритамака приехали, СТВ тоже, да, Стритамак, нет? Вау, круто, со Стритамака. Да-да-да, Стритамак, пирамайский поселок, Уфа победит, 1-0. Как будете праздновать гол? Ну, как всегда, с пивом, с супругой. Не-не, подождите, вот как будете праздновать гол сейчас на трибуне? О-о-о-о, Уфа победит! Вы за кошку отвечаете? Да. Что, у нее билет есть? Конечно, он все уже прошел. Хозяин кошки говорит, купил ей билет и кот прошел. Это он? Устроился, вышел уже. Вышел? Зачем? Ну, сейчас успокойся, обратно зайду. А-а, поменялись с кошкой. Уфа! 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 На этом все. В эфире было телевидение футбольного клуба Уфа. Не забывайте, наша республика, наша команда. Все самое интересное еще впереди. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Продолжение следует...